Всем привет, давайте начинать. Сегодня я буду один, вам рассказать, Олег на работе задерживается. Поговорим про удаленный доступ, какой бывает. В основном, конечно, про SSH. В первой части поговорим теоретически, а во второй части будет практика. Кто взял ноутбуки, молодцы. Приступим. Смотрите, я разделил удаленный доступ на два вида. С GUI и без GUI. Ну, команд-лайн интерфейс, там видно. С GUI это в основном VNC и RDP. VNC это больше линуксовая утилита, RDP это виндовая. Command-Line интерфейс, Telnet и SSH. Конечно, в основном SSH, про который мы сегодня будем больше всего времени уделим именно SSH. Ну, Telnet добавил, потому что все-таки он иногда используется, я чуть расскажу вам. Смотрите, VNC. В VNC доступ вы получаете ко всему рабочему столу. Просто подключаете, сразу видите рабочий стол, ну, десктоп сразу же, ноутбука, сервера. По умолчанию не шифруется. Надо это помнить и лишний раз по VNC не ходить там через интернет. Вот. RDP. То же самое, доступ ко всему рабочему столу. Windows 2008 R2 по умолчанию шифрование совместимое с клиентом. Имеется в виду, что шифрование, которое поддерживает клиент, максимально выбирается. В зависимости от клиента. Вот. Telnet. Удаленный терминал, только текст. Шифрование отсутствует. Применяется, применяется до сих пор, ну, для конфигурирования, например, там, каких-то таких вот, не знаю, свечей, каких-то, да, маршрутизаторов. Вот, соответственно, в локальной сети, в принципе, можно использовать, вот, когда вы не ходите куда-то через интернет. Вот. И очень часто, кроме Telnet, у нас не остается никаких вариантов подключения, да, и железяка поддерживает только Telnet. Вот. Ну, конечно, помолчаю. А, принтеры, принтеры тоже, да, поддерживают Telnet. По умолчанию, конечно, лучше его сразу отрубать и не пользоваться. SSH. Ну, самое распространенное, да, Secure Shell. SSH версии 1 и 2 у нас сейчас есть. В основном, конечно, версия 2 используется. Первая версия не рекомендуется к использованию, потому что у нее есть, ну, фундаментальные изъяны в шифровании, по-моему. Ну, в общем, там, подробности, если честно, я не помню, но, как бы, первую же тоже не рекомендуется использовать. Мы можем не только текст прокидывать через SSH, а через SSH можем открывать графическое приложение, окно графического приложения. Можем встраивать ВНС через SSH. И что-то у меня один пункт пропал. Через SSH на самом деле мы можем все что угодно прокидывать. Не обязательно ВНС прокидывать. Так называемый, ну, SSH туннели строить. Дальше посмотрим про это и на практике я вам покажу. Очень интересная тема. Вот. ВНС. На самом деле большое количество клиентов под разные оси. Ну, в смысле, ВНС есть под все оси, по факту, да. Там все его поддерживают, только где-то из коробки, где-то надо специально ставить. Вот, но все работает. Отсутствует шифрование, как я уже говорил. UPnP разрешит нешифрованный трафик в интернет. Это имеется в виду, что я сейчас покажу вам настройку ВНС в Центресе. Вот. И там будет галочка. Типа спрашивают, разрешить ли UPnP это автоматический проброс портов. Вот. На маршрутизаторе, где если он включен, то у него порты откроются. Вот. Для подключения используется порт стандартный 5900 TCP. Вот. И нужно для ВНС дополнительно разрешать доступ к фейерволе. открывать порт. Давайте посмотрим. Сейчас я забыл виртуалочку заранее запустить. Ну, она вроде нормально запускается. Недолго. Центрес 6. Вот она. Аппаратурка. На самом деле ВНС, хоть и не очень часто используется, да, но я специально его сюда добавил, чтобы его настраивать очень легко, и иногда важно получить именно доступ к GUI, да. Вот. Мы можем, на самом деле, использовать RDP под Linux, а есть клиенты, работает, конечно, есть проблемы. Вот. Ну, в смысле, не клиенты, а в смысле, когда мы поднимаем RDP сервер, чтобы подключаться к Linux, как, да, стандартным виндовым RDP клиентам, вполне работает. Настраивал. Так, смотрите. Заходим в ремонт десктоп. Ну вот, у меня уже включено, я здесь это вчера проверял все это дело. По умолчанию все отключено. Удаленное подключение. Включаем. Ставим галку подключить, разрешить управление нашим десктопом. Ну, это понятно, потому что мы не показывать хотим, да, если мы хотим сами к себе подключаться, ну, к нашему серверу. Вот. Мы хотим управлять им. Снимаем галку, чтобы подтверждать доступ. Ну, потому что логично, да, если мы к серверу подключаемся, как мы будем там доступ подтверждать? Мы же не будем около него сидеть все время там, кнопочки нажимать. Пассворт, конечно, надо задать. Вот он, UPNP, вот про что я писал. Лучше это не ставить галку. Ну, и notification, это как вам удобно, это уже пользовательские настройки там. Показывать сообщение, не показывать. Вот. Все, мы включили, пароль я задал. Как бы все, настроек больше никаких нет. Так, смотрите. Посмотрим IP-адрес, какой мы получили. Если мы получили. Команда IF-конфиг покажет нам 192.168.0.14. И попробуем стандартным. В NC клиент в Mac OS есть стандартный из коробки. Так, пишем. А, тут нам может быть есть этот. В NC, В NC, 192.168.0.14. Connectимся. Говорит, connection failed. Почему? Потому что мы забыли открыть firewall. Потому что я про это вам говорил, да. Идем в system preference. Я сейчас вам покажу, как это через GUI делается. На самом деле, все это, как бы обычно, GUI на сервер не ставится, да, и... Все это конфигурируется через терминал. Но раз уж мы про графические подключения говорим, значит, и настраивать будем тоже графически. Логично. Где он тут? Administration firewall. Так, root password. Вот, смотрите, здесь у нас есть уже преднастроенные, нам не надо даже порты, помню, тут уже по названию все это дело есть. Но в NC здесь нет. Сразу вам скажу, потому что я вчера искал. Вот. Мы можем добавить... Идем в other ports. Видно там, примерно, да? ADD. Мы выбираем просто порт. Как я говорил, 59.00. 54.9. Вот он, VNC сервер. Нам нужен TCP. OK. Apply. Yes. Все применилось. Пробуем. Go. Connect. Вот, он запрашивает пароль, который я задал там, да, в этой, в GUI, настройка GUI. Все. Вот мы подключились. Это подключение через VNC. Все, легко и просто. Каких-то особых настроек даже не требуется. Другой вопрос. Да. При настройке VNC сталкивался с такой проблемой, что Connect не проходил, если машина не разломировала. То есть, если она не логина, то Connect не проходит. Не сталкивался. Нет. Давай попробуем. То есть, в смысле, экран был логина? Если разломится и пытается Connect, то не Connect. Давай попробуем. Ну, это я на DBA. Разница на меня нет. Не, ну почему? На разных системах. Ну, я имею в виду в этом. Не хочется. Интересно. Интересно, я не сталкивался. Я, если честно, VNC не особо пользуюсь. Ну, да, вот туда зашли, и он разрешает. Ну, там, наверное, какие-то настройки есть. Не знаю, честно. Ладно, так, значит, посмотрели VNC, кратенько. Дальше. Где там наша лекция? SSH. SSH secure shell. Шифрование включено по умолчанию. Порт используется по умолчанию 22. Это имеется в виду вот этот UPnP, да, то, что я говорил. То, что мы по SSH можем, в принципе, даже выставить открытый 22 порт наружу. В смысле, ну да, открытый порт для подключения. Вот, но при этом или ставить авторизацию по ключам, или хороший пароль. Вот, можно там, народ извращается, делает там целую кучу всякой ерунды. Там можно поставить защиту от перебора пароля, да. Можно поставить, есть такая штука, называется порт knocking. Когда мы передаем определенную последовательность пакетов на определенный порт, и у нас открывается после этого другой порт. Как бы тоже есть такая система. Да. А лучше как обычно вы открываетесь с RAN под второй порт или с пробросом, который приводит на RAN под второй? VPN. VPN? Да. Туннелирование X-индос приложения. Туннелирует, а вот, да, может туннеллировать SSH, ВНЦ, может туннеллировать в принципе, через SSH можно все что угодно передавать. Дальше мы посмотрим, там, у нас получается как, смотрите. Сидеть, а сейчас нет. SSH туннель. Чтобы было чуть-чуть попонятнее, попробую сейчас это нарисовать. Вот у нас есть наш компьютерик. Вот такой. А есть соседний компьютерик. Вот такой. То есть, вот такой. Когда мы делаем SSH туннель, устанавливается вот такое соединение. И дальше через SSH мы можем пробраться все что угодно. Мы передаем, к примеру, вот мы будем пробраться в НС, я это сейчас покажу, да. Мы делаем в настройках, пишем, например, порт 5999, ну это локальный наш порт, завернуть в SSH, передать его по туннелю, и здесь его передать в порт 5900. Вот это получится, что... А здесь у нас SSH. Получится, что мы пробросили наше ВНС через SSH туннель. Также через SSH можно передавать, там, не знаю, копировать диски команды DD, просто делать каты этих файликов, через SSH там 100500 миллионов применений. Вот. Дальше. Представляю три способа аутентификации клиента, да, я про что-то уже говорил. По IP-адресу клиента небезопасно, фактически не применяется, если честно, я даже не особо об этом слышал. По публичному ключу клиента самый хороший способ, ну доступ по ключам просто, да, что уже не используется никаких паролей, создаем ключики, прокидываем, вот чем как раз мы будем на лабе заниматься. Вот. И стандартный парольный метод, это именно создаем какого-нибудь специального пользователя, даем ему право подключаться к PSH-шу, пароль какой-нибудь такой вот большой, и все, и ходим этим пользователям, и судо делаем уже на нашей машинке. Ротовый доступ, конечно, отключаем. Вот, PSH-шу. Настрой PSH. В файл конфигурации находится сервера SSH-D, да, находится e-ceter-ssh-ssh-d-config. В файл конфигурации клиента, в домашней директории клиента находится ssh-config, или e-ceter-ssh-ssh-config, это глобально для всей системы. Что мы настраиваем в сервере? В сервере мы настраиваем как раз вот эти параметры, порт, то, что я здесь привел, ну, самые основные такие, да, порт, протокол. Порт имеется в виду, мы можем переключить на нестандартный порт, на какой-то, и указывать его потом дополнительно при подключении. Протокол имеется в виду версия 1 или 2. PUBG Authentification надо поставить yes, permit root login no. Ну, вот, ну, самый-таки, минимальный конфиг. Так, давайте попробуем подключиться на эту машину, то, что я там запустил, верталочку. Так. Видно? Видно. Чуть-чуть, чуть-чуть поиграем. Это при первом подключении у нас выходит запрос на добавление фингерпринта в known host, известные хосты, то есть это некая защита от подмены хоста. То есть если у нас, поэтому в следующий раз мы будем подключаться к этой же машинке по 0.14 IP-адресу, и при этом это будет другая машина, то вот этот вот фингерпринт у него изменится. И SSH нам как раз рубнется, скажет, ай-яй-яй, что-то не то, как, да, там, ты повнимательнее, куда ты подключаешься. Вот они мы, подключились. Все работает. Так, давайте попробуем пробросить в НЦ. Смотрите. Сейчас мы в фаерволе его запретим. Ну. Запретить потом по СССРу зайти и разрешить. Нет. Аплодисменты. 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 Ну что ж. так сейчас проверим что у нас ничего не работает вот видите connection файл смотрите а connection файл я по vnc подключаться пытался фэрволем закрыли этот порт но 22 порт у нас открыт смотрите ssh минус минус L большое то есть мы сейчас пробросим локальный порт через ssh на тот порт на vnc 59.0.0 так сейчас команду записываешь да я пишу стримишь тебя слышно отлично так смотрите 5 и 3 девятки это локальный порт который мы пробрасываем 59.0 это порт который будет на той машинке на нашей который на которых на который который мы подключаемся до так теперь можно попробовать подключиться по vnc но мы должны указать порт 5 9 9 9 а потому что очень просто мы должны же подключаться мы же прокидываем сейчас локальный порт не 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 тот мы сейчас пытаемся на ту машину ломиться мы пишем 127 001 правильно наш порт пожалуйста приглашение подключились подключились сейчас у нас получается vnc подпад как раз учились с саш туннель прокинут таким же способом можно прокидывать все что угодно необязательно так конфиги конфиги файл конфигурации сервера понятно мы конфигурируем у наше подключение мы можем сконфигурировать чтобы у нас выводилось какое-то сообщение сейчас вот к примеру ну мы можем написать там типа варнинг все действия записываются там это наш супер защищенный сервер при подключении там да ну или какие то сообщения показывать при подключении тоже настройка вот именно в саш конфиге вот что там еще можем такого интересного ну там много очень параметров на самом деле на стороне клиентов что нам может быть понадобится что нам может понадобиться настраивать на стороне клиента мы можем настроить например у алиасы чтобы там не полностью там имя хоста писать да это король коротенькое имя там да и он уже подключался мы можем настроить не знаю дополнение мы должны каждый раз написать сервер 1.yandex.net а мы будем скажем так, что сервер звездочка, у нас может быть сервер 1, 2, 3, 4, 5 и ко всем им дополнять яндекс.net, к примеру можем настроить, что еще в домашних наших конфигах например, прокидывание ключей мы иногда можем захотеть, как сделать подключиться к одному серверу по SSH зайти потом с этого сервера зайти на другой сервер соответственно, мы во-первых должны включить разрешение прокидывания ключа в файлы SSHD на сервере и в наших настройках тоже должны указать, что мы хотим прокидывать этот файл ключа на другой сервер то есть, чтобы мы могли между серверами включаться представляете, да, потому что как подключение «как у нас есть публичный», «у нас есть приватный ключ на нашей машине» и «на сервере лежит публичный ключ» соответственно, если эти «приватные публичные ключи» совпадают ну, в смысле не совпадают, это как бы одна пара «приватный» публичный ключ мы можем зайти Если мы с того сервера, с удаленного, пытаемся зайти на другой удаленный сервер, у нас же на нем нету нашего приватного ключа. И просто так мы не зайдем. Соответственно, там есть эти опции. Что у нас еще есть? Есть SSH-агент. Довольно интересная утилита, но, если честно, я не сильно пользовался. К примеру, ее можно использовать, если у нас зашифрованные наши ключи. Но мы дальше посмотрим, когда мы их создаем. Мы можем либо их указать без шифра, просто ключик, ну, в смысле, без пароля. И мы будем вот так вот подключаться к серверу, он нас ничего не будет спрашивать. Мы можем зашифровать, захотеть зашифровать наши приватные ключи. Соответственно, каждый раз при подключении к серверу он будет нас спрашивать эти пароли. Но чтобы каждый раз их не вводить, у нас есть SSH-агент, который может запомнить. Один раз мы авторизуемся, введем свой пароль, и он там либо на какое-то время, либо до следующей перезагрузки будет это помнить. Вот. Ну, и у него еще много параметров, но, если честно, я сразу скажу, что я не особо пользовался, поэтому я все не помню. Кроме вот этой вот возможности. Так. Что еще у нас есть? Про туннели. На самом деле с помощью SSH делают вообще там головоскружительные всякие штуки. Там, например, обратное туннелирование. Когда мы, если у нас, например, на нашем сервере, на домашнем нету публичного IP-адреса, да, но есть на каком-то другом сервере. Мы можем установить с домашнего сервера SSH подключение к нашему серверу, у которого есть публичный адрес. Потом настроить так вот, как мы сейчас в НС пробрасывали, подключение SSH, чтобы мы подключались к серверу там, где публичный IP-адрес, да, и чтобы он пробрасывал это соединение на наш тот внутренний. Ну, примерно поняли, да, схему. Это как бы одно из применений. На самом деле там очень-очень много таких можно схемы очень интересные ставить. Вот. Так. Что еще? Настройка аутентификации по ключам. Я вам буду сегодня рассказывать и показывать лабу именно по ключам, потому что это самый такой сейчас рекомендованный способ. Пароли лучше вообще не использовать, даже если большие. Ну, если вам прям совсем надо, то можно какой-нибудь хороший пароль поставить. А так лучше, конечно, по ключам ходить и везде так сделать. Значит, как мы делаем? Генерируем пару публичный приватный ключ команды SSHK и Ген. Передаем публичную часть ключа на удаленный хост. Стандартный способ SSHK и Ген. В смысле нестандартный, а как это? Более правильный, можно так сказать, да, потому что многие просто его не знают, например, используют СЦП. Ну, в принципе, почему нет, да? Мы можем скопировать этот ключик. Какая разница, как нам подключаться и туда его кидать? Вот, по большому счету. Но это как бы, как там, true way. Правильный способ. Командой CAD тоже самое. Можем здесь открыть его и туда записать на тот сервер. В принципе, все. И там в настроечках укажем, что использовать ключи, а не использовать пароли. Ну, наверное, все, что я хотел по теории рассказать сегодня. Давайте тогда... Что-то у меня, конечно, мало получилось, но приступим к практике и будет там интереснее. На запись выключается. Для тех, кто только что к нам подключился, к нашей записи. А, у меня все зависло. Я пытаюсь зайти с ssh-root-ом на виртуалочку, которую я только что понял. Совершенно новая, тиштая виртуалочка. Он ругается. Вот он, на то, что identification changed. То есть наш fingerprint, который сохраняется у меня в known hosts, не совпадает с тем, который сейчас имеется мой хост. Куда я пытаюсь сохранять, подключать. Но так как я знаю, что это моя виртуалка, я делаю вот так. Третий раз уже собираюсь делать. VI. Открываем этот файлик. При плюс 232 сразу нам на 232 строчку нас кинет. И вот, видите, у нас прописано, вот он наш 0.26 хост, ssh-r-sa, и здесь вот много всякой юнды. Мы делаем вот просто dd. Две большие z, чтобы закрыть и сохранить. WQ. Ну да, или WQ. Двоеточие WQ, чтобы выйти из VI, сохранить. Вот, мы подключаемся. Вот он говорит, у нас новый fingerprint. Говорит, хотим ли мы подконечиться или нет. Мы говорим, конечно, yes. Грутовый пароль. Все, подключились. Так, что мы хотим сделать? Первым делом надо сгенерировать ключи. K-gen сделать. Где у меня? Давайте я сделаю прям с нуля, потому что у меня есть ключи-то. Команда SSH K-gen минус T тип ключа. Сейчас рекомендуется использовать RSA. Там еще можно DSA, RSA, DSA. Ну, про подробности, отличия, наверное, сами почитайте, если вам будет интересно. Минус B, то есть, что это величина ключа. Ну, то есть, чем больше, тем лучше. Раньше там 2024 делали, теперь 4096 рекомендуется. Можно сделать минус F файл, куда мы это хотим сделать. ID, RSA, test. Наверное, по-моему, так пишется. Вот он спрашивает, введите парольную фразу. Empty for, но ничего не вводите, если хотите без пароля. Делаем без пароля. Так, генерировался. Вот он говорит, что приватный ключ был сгенерирован, IDRSA, test. Публичный ключ IDRSA, test.pub. Дальше надо передать этот публичный ключ на сервер. по-хорошему, это, конечно, что я там писал? SSH, но ее почему-то нет у этой команды, то, что я вам говорил, для передачи SSH, копия ID в этом маке. Я могу сделать просто SSH, что там у нас, ID, test.pub. Куда? 192, 168, 0, 26, да, совершенно чистая виртуалка. Вчера поднял. Грутант. Да? Вот это Саша, по-моему, так. Что? Да. Как он? Так. Короче, я не помню, куда-то оно скопировалось? Да. Сейчас посмотрим, куда скопировалось. Он, наверное, в точку SSH этот файлик записал просто. Да? Да. сейчас посмотрим, вот TLS там, или что посмотреть. Эла. Да, это... Ну, мы можем сделать что? Movie. точка SSH. А где он? Здесь хоть? Он, видишь, точка SSH, это этот. Мы сюда записали, это не директория. А, он записал этот файл просто. Да, да, да. Ну, я неправильно написал, ну, ладно. Он уже ругался, что это не директория. Да, да, да. ничего страшного. Сейчас переделаем. Так. ID RSA. Давайте его правильно назовем. Паб. Создаем директорию точка SSH. Movie. ID RSA. Паб. Куда? SSH. В принципе, все. Но здесь есть парочка подводных камней. Во-первых, чтобы SSH корректно работал, вам надо и на клиенте, и на хосту, и на хосте, на сервере, на клиенте, и на сервере, чтобы у вас были правильные права на ключи, и на папки. Потому что SSH просто не будет подключаться, если у вас будет слишком, он скажет, что у вас, типа, слишком большие, ну, как бы, как-то, слишком слабые права, в общем. Если мы скажем, там, чумот 777, ну, доступ всем к этим ключам, он скажет, не-не-не, нифига, давай-ка поменяй параметры, чтобы это, тогда я буду работать. Соответственно, так, где мы? В руке. Надо сделать чумот 77700 на SSH, по-моему, так. Для рута только да, или 744. В общем, 7000 точно пойдет. Циферками пользуешься. да. И... Теперь на файл? Да. На риту нам надо, чтобы он был доступен. Так, теперь конфигурируем наш SSH на сервере. конфиг на лицеттера SSH 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 конфиг. Ну, здесь можно ничего не комментировать. Порт 22, протокол 2, по умолчанию. Пермитруд логин. Мы сделаем новую. нам надо, да, RSA, Public Key, Authorized Case. А, вот так, да, Authorized Case. Открываем. Паспорт от Artistication комментируем. А этот раз комментируем. Здесь ничего не надо. Ну, вам можно сказать, что в No, тогда мы кроме как по ключу вообще никак не подключимся. Вот, X11 Forwarding это параметр, который позволяет вам, ну, разрешает проброс вот этих вот наших X-ов, имеется в виду, ну, графических менюшечек. Здесь еще очень много параметров, которые по факту нам не особо. Вот, баннер имеется в виду здесь. Баннер None. в принципе, Так, секунду. А... смотрите, вот этот вот публичный ключ нам нужно скопировать файл авторизод кейс на самом деле. Я вам немножко неправильно сказал сразу. Ну, кто был на прошлой лекции понимать, что я делаю, кто не был, мы делаем cut id seapub и стандартный вывод перенаправляем файл. теперь, если мы сделаем cut авторизод кейс, у нас вот это вот. Это наш ключик. Что, можно попробовать подключиться. В принципе, мы все настроили. Откроем новенький терминальчик. так, ssh, нет, да. Минус и параметр указывает, какой нам брать ключ, потому что по умолчанию он смотрит ключ в папке под тем пользователем, под которым мы подключаемся в папке .ssh idr.seapub rdsa. Если мы какой-то другой ключ сконфигурили, нам надо его дополнительно указывать. Все равно пароль. А, ну конечно. перезагрузить. Забыли. SSH. Не отключайся. Оттуда. Еще. 0.26. Что-то где-то мы недонастроили. нам потому что мы по сорту E-sification просто комментировали, но мы не сказали ему no. еще раз стартанем. Вот. Теперь у нас просто не пускает. Даже не спрашивая пароля. можем попробовать сделать что? У нас есть так называемый verbose-режим минус www. Максимальный verbose. Да, чтобы посмотреть, что у нас происходит, почему нас не пускают. Может быть, мы что-то увидим. в общем, такая вот портянка. Где мы тут? Вот мы подключаемся. Вот он читает наш конфиг из моей домашней папки. Что-то там применил какую-то опцию. Это глобально читает. это нормально. Используется саж версии 2. Ну, в общем, особо отсюда особо ничего не видно. Вот обычно, если вы подключаетесь, у вас там реально какая-то проблема, он скажет там не могу найти ключик. Ну, и вы увидите это в логов. Вот. на самом деле в центсе да и вообще в линукс дистрибутивах сейчас есть такая штука, которая называется SE Linux. Вот. еще одна дополнительная система безопасности. Что такое SE Linux? Ну, дополнительная система безопасности, в общем, да. Соответственно, сейчас он по умолчанию вот на чистой системе он включен. Теста мне где-нибудь записано это. Нет. Давайте попробуем найти его конфиг. Вот у нас конфиг этого нашего SE Linux. Вообще, в мануалах очень часто и неверно говорят, что давайте-ка его вообще отключим нафиг, чтобы он нам тут не мешал лишний раз. на самом деле, вот видите, у него сейчас режим включен по умолчанию Enforcing, то есть, но он применяется и доступ запрещает. Мы можем сделать Permissive режим, он будет слать варнинги и писать эти варнинги нам в лог, если мы поставим утилиту, будет нам даже менюшечки показывать в системе, что там ай-яй-яй, что-то там у меня происходит не то, но запрещать не будет. И самый плохой режим это Dezebo. Давайте его попробуем не отключать. Давайте попробуем просто решить проблему с нашими ключами. Чтобы посмотреть вот это вот SE Linux и что там вообще с ним происходит, ну я дальше еще у нас будут лекции специально ему посвященные да, SE Linux но раз уж мы тут столкнулись чуеть, расскажу про него. ls-z нам покажут дополнительные параметры, которые относятся именно к SE Linux и вот чтобы нам починить сейчас то, что у нас не работает, нам надо сделать restore content context там restore икон просто минус r минус v по-моему точка ssh что-то поменялось, да, здесь admin home поменял на ssh home ну, можно попробовать подключиться на самом деле я думаю, что не надо нет может быть, что-то забыли давайте restart start уже по-другому пошло но все равно да, это да давайте еще раз посмотрим может что-то но он говорит, что публичный ключ у нас используется да все нормально почему включает тун-тун-тун-тун-тун что-то где-то мы забыли что-то пройдет и А второй этот кейс он должен ли в какой-то папке случайно Здесь права у нас root root Все правильно Вроде все правильно Конфиг Еще раз проверим Это кол-2 Но нам не надо Горца authentication Вот он, yes мы выставляем Yes, этот файл здесь Yes, ну да А точно название совпадает? Да, второе кейс, но я скопировал Буквы там Пасворд no, все правильно Это не надо нам поменять Пам, no Здесь вроде все Как-то там Он запускается, если честно я не помню С дебагами Минус D, минус D Фонтак Минус D Минус D Минус D Минус D Куда он пишет? Ну, warlock аудита Воу Ничего не понятно Понятно, что fault Давайте, знаете что Отключим просто этот Съелинукс Все таки Да Для вас скопируем Так Продолжение следует... 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 А у меня там нет дополнительных пользователей. А, мы включили с Елину, теперь надо попробовать еще раз подключиться. Да, все нормально. Знаешь, я с Елину здесь был ни при чем, просто наш конфиг корявый. Да, да. Ну да, мы подключаемся под рутом, там запрещено руту к инекси. Ну это все, даже при том, что ключи там. У нас все в порядке с включением. Так. Дальше что-нибудь показывать? Или будете делать дома? Лабораторку. Первый трипун. Слушай, смотри, вот с пятым вопросом команда SCP, это ну как подсказка. А, да. С шестым... Вот тут тоже есть какая-нибудь, можно сказать, подсказка, если что. По шестому пункту, на самом деле, там... Смотрите, мы можем подключаться SSH, мы заходим в remote shell сервера, да. Если мы хотим, мы по SSH можем просто выполнить команду и вывести ее на наш терминал. Нам не обязательно подключаться прямо на сервер. Можем сделать вот так. А как связанность-то будет еще раз? Выполнить команду и перенаправить ее к себе? Да. А, посылать этот, как бы, запрос удаленному серверу, вот сделай мне такую команду и пришли мне. А, это и есть, называют, не входя. Да. Ну, в любом случае, туннель-то прокидывается. Но ты подключился к SSH, выполнил команду, вывод тебе на консоли, и все, и DAD включился. Вот она, пожалуйста. В кавычках просто потом указываешь команду. Собственно, отсюда можно и любые команды туда передавать. Да. Так мы можем, например, группу хостов ребутнуть. Да, если сказать ему ребут, вот здесь вот. Ну да, ребут и какие хосты. А здесь сказать там просто список как-нибудь. Вот так. Да. Как он так? 1-6 надо. К примеру. Она сейчас ругнется. Таких нет, наверное, просто. Нет, там, да. Не реализовывается. Вот я не помню, как писать. Там еще есть расширение вот этой команды SSH, да. Тоже название не скажу вам сразу. Но она как раз заточена на то, что передавать группе хостов параметры. Ну, там, если мы ребутнуть хотим группу хостов, да. И основана именно как раз на SSH. Просто, ну, как расширение. Дальше у нас уже есть ансиблы всякие, папеты и так далее для управления хостами. И так далее. 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 И так далее.